Главный тренер команды гостей Роберт Геннадьевич Евдокимов готов ответить на ваши вопросы. Роберт Геннадьевич, ну, поговорить, передам оценка матча. Ну, с нашей стороны, не самый лучший матч. Почему? Много, наверное, есть таких причин. Это и неоптимальный состав, и то, что много перелетов у нас было за эти последние дни. Но самое главное, наверное, все-таки качество поля. Мы, во-первых, не… Чуть-чуть потише, если можно. Во-первых, мы давно не тренировались на естественном поле, и, во-вторых, мы давно не очень хорошего качества. Хотя надо отдать должное, и травка есть, и в такие погодные условия все-таки, наверное, постарались и сделали все, что могли. Но в целом, если говорить по игре, несмотря на то, что какое-то игровое преимущество было в первом тайме у Шинника, все-таки голевых моментов в наши ворота не было, как ни в первом, так ни во втором тайме, а мы имели, может быть, полумоменты, удары хорошие, и выход один-в-один, то есть имели голевые моменты. В целом, позабили голос со стандарта, но и отстояли ворота. Вопросы коллеги есть? Сергей Ольхеевич? Вопрос. Получается, вы сказали, что вы не обнимали состав, у вас получается, что сегодняшний Шинник, даже не в финальном составе смогли обыграть, да? А если бы был обнимали состав, у вас была игра, у вас другая, или мужчина, у другого? Ну, если говорить про Шинник, у них еще больше проблем, поэтому я сказал все, что я бы не сказал, это как отмазки, как какие-то там такие моменты. В целом, то у Шинника еще больше, наверное, проблем с составом, чем у нас и центрального защитника Яченко играет, да? Поэтому тут уж нам с ними не сравниваться. В целом-то, да, если бы были футболисты, которые у нас травмированы или больны, да, у нас сегодня играло три крайних защитника, поэтому пришлось Бреева ставить в оборону. Как бы есть проблемы. Конечно, мы, наверное, бы лучше играли там, да? Да, ну, все это, если бы ДКБ, поэтому самое главное, что мы в такой тяжелейшей, трудной борьбе взяли три очка, и после поражения в Армавире, ну, как бы, немножко воспряли дух. Есть еще вопросы? Виктор Маркович. Да, 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 не есть. Виктор Маркович, давайте. На вопрос, как у вас, похоже, предпочитает силовую манеру больше, если я не ошибаюсь, конечно. Ну, я при этом почему-то, когда, знаете, голоса после столкновений только в вашей команде слышны. Вот это меня заинтересовало. Если после столкновений наши голоса слышны, значит, мы играем в силовой манере? Нет, вообще, я говорю, силовая борьба, ну, подзаметно, что очень жестко играю. А можно, пожалуйста, задать конкретный вопрос? Я, что-то, вашего вопроса вообще не понимаю. Силовая борьба и крики, никакой взаимосвязи нет, на мой взгляд. Поэтому вы, если профессиональный журналист... Симуляция элемента. А, симуляция? Ну, вам показалось. Скрили, потому что вот карточку, которую получил новая... Виктор Маркович, ну, все ясно, ладно. Сергей Алексеевич. Это к судям вопрос задавайте, а не ко мне. На мой взгляд, на мой взгляд, и красная карточка Малаяна выссана из пальца. И я не сомневался, что он уравняет шансы, потому что судья судил так. А вы об этом хотели? Ну да, потому что... Ну, это работал, судья на крипте. Честно, вы потрясающие журналисты, я таких еще не видел. Сергей Алексеевич. Можно прояснить ситуацию? Пожелаю вам успехов, когда вы выходите дальше, выше класс. Но дело в том, что все-таки вы проясните ситуацию со стадионами. Как, где играли? Если все случится, дай бог, чтобы вы уйдете наверху. Ну, я не директор и не президент клуба. У нас строится стадион, он построится, и мы будем решать, будем ли мы на нем играть или играть. И где будет построиться он? Да он у нас полным ходом строится. Мы тренируемся, вокруг ездят машины, краны, камазы, строители. Поэтому стадион строится полным ходом, и не переживайте, мы стадион построим. Не переживайте, просто, чтобы все знали, что вы разы заняли. Все знают уже. Должен играть на хорошем стадионе. Все знают, мы будем играть на своем стадионе. У нас строится прекрасный стадион. Прекрасный стадион. Спасибо большое за вас. Спасибо, удачи.